И�АТО fourteen! Скажите нам всю правду Ну? Что такое? Там грязно? Держитесь! Поехали! Некоторые даже умудряются, маленько снять у нас будет такие истории Мужчины, ну конечно мужчины, женщины у нас к сожалению не было такого ГОООООООЛ! Привет! Если кто-то из футболистов ударится и ругнется Его запишут на этот микрофон, да? Что там написано? Убительная просьба!!! Не залазить. Полезли. Тебе нравятся дети? А почему ты думал? Го, гол, 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 гол. И вот так вот 20 минут. Ну, давайте сейчас выключим камеру, чтобы никто просто не видел, как я буду это есть. Да? Ахахаха. Восемь часов утра, суббота, но мы приехали к стадиону «Динамо Юни», потому что сегодня здесь состоится игра главной команды, и в восемь часов утра, значит, стадион начинает свою работу. Сегодня мы расскажем вам о том, как клуб готовится к игре. Мы расскажем вам все, за исключением самого футбола. Пойдемте смотреть. Вне зависимости от времени начала матча, стадион начинает работу, как правило, в восемь часов утра. Но при особых случаях, там идет снег или какие-то другие есть проблемы, которые надо решать заранее, он может начать работать гораздо раньше. На данный момент на стадионе находится больше пяти тысяч мест, и придут зрители, и необходимо было хотя бы протереть сиденья для того, чтобы люди пришли и посмотрели нормальный футбол. Можно приходить в светлых брюках на матч? Вы даете гарантию, что они останутся чистыми? Я даю гарантию, когда будет уже тепло, получается. Спасибо, спасибо. После зимы, зимы как-то не совсем гарантия. А в раздевалке убираете вы? В раздевалке, да, я убираю. А после игры убираете? Конечно. Скажите нам всю правду. Ну, что такое? Там грязно? Ну, конечно, допустим, грязнее, чем после обычной тренировки. Ну, не настолько, как бы так. Трактор сегодня выезжал на поле? Да, и поедет еще раз. Мы выйдем на поле для того, чтобы его причесать, так сказать. Наш на сленге называется «причесать». Вот у меня в этом-то и вопрос. Трава-то искусственная, а зачем с ней работать? Не, не, ее постоянно надо поднимать, потому что она ложится, и не тот эффект, когда травка стоит. Мне сказали, этот процесс называется расчесывание, причесывание поля. Да, 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 чешем там, кто как говорит. Кто чешет, кто расчесывает. Давайте попробуем это сделать. Мы справимся вдвоем? Конечно. Так, кто первый пойдет? Так, наверное, я, потому что, если что, вы будете первым упрямить. Хорошо, договорились. Это механика или автомат? Это механика. Так, это усложняет задачу. Механика. Сейчас мы его заведем. А мне педаль какая-то, мне ее сжать? Это газ, тормоз? Это сцепление. Хорошо. Вот, потихонечку отпускаем. Я не умею отпускать сцепление. Ну ладно. Чуть-чуть, поехали. Держитесь. Поехали, сцепление отпускаем. Надя, рулите сами. Все. Мне кажется, опасно. Нет, нет, нет. Сейчас главное, не сдавите тратера. Все, вручь. Время, я тебя убрали. Все нормально. А мы не дрифтанем? Нет, нет. Хорошо. Кучу обратно. Ой, как приятно, как хорошо. Как слушается. У нас сзади сеточка. Да. И она все с наших, так сказать. Давай, все, можно выходить. Да, пожалуйста. Ближе к обеду начинается монтаж конструкции вокруг поля. Мы увидим ребят, которые уже несут что-то тяжеленькое. Привет. Привет. Чем занимаетесь? Расскажи, пожалуйста. Поставляем щиты, готовимся к матчу. Почему они обязательно должны быть на поле? Ну, у нашего же есть спонсоры. Так, есть. Ну, и мы хотим получать денежку. Вот они хотят, чтобы их щиты стояли. Не тяжело нести и разговаривать? Нет. На установку часа четыре. А что еще нужно делать? Потом убрать. Тоже четыре часа? Нет, быстрее убрать. Потом побыстрее. Понятно. Мне кажется, я знаю, кто последний уходит со стадиона, да? Да. Даля 2. 2.80. Как известно, на стадионе «Динамо Юни» три поля. И пока на основном вовсю ведется подготовка к игре главной команды, два других поля тоже не простаивают. Ребята, потом остается на матч? У нас же сегодня вечером матч. Ну, конечно, конечно, остается. Остается будет поддерживать? Сил хватит у них на все? Я думаю, что да. Ну, работа у нас, скажем так, несложная. Встречаем гостей. Если нужно, их рассаживаем по их местам. Смотрим в целом за порядком на трибунах, чтобы, естественно, там не курили. Если запрещено пиво, то не пили на трибунах. Ну, и за перемещением в целом тех же зрителей. Если вдруг какой-то фанат решит выбежать на поле, а у вас отработаны какие-то приемы, что вы будете делать? Нет, ну, естественно, мы же его там не можем заломать. Мы ездя с ОМОНом, но в любом случае как-то остановить его нужно. То есть хватаем за руки там, не заломываем, просто культурно и выводим. Бывало такое? Приходилось делать? Естественно. Некоторые даже умудряются майку снять. У нас тоже были такие истории. Мужчины? Ну, конечно, мужчины. Женщины у нас, к сожалению, не было такого. А может, и счастье. Когда несколько человек сразу пытается переезжать, одного понимал, а второго, ну, к сожалению, не успеваешь. Тогда уж, да, по полю за ним приходится. Это вы сейчас рассказали лайфхак, как все-таки попасть на поле, чтобы кто-то отвлекал внимание, а другой попал наверняка. Люди так знают, это на самом деле. У вас должно быть максимально внимание, сконцентрировано на трибунах во время матчей, я вас понимаю, но в то же время удается немножечко посмотреть игру? Вы болельщик? Ну, в целом, да. И хоккей, и футбол у нас что? То есть один глаз смотрит на трибуны, другой все-таки немножечко косит. Конечно. Все даже интересно смотреть за командой, на которой тем более работаешь. Как, ну, хочешь не хочешь, со временем институт болельщик не срабатывает. За три часа до сегодняшнего матча можно купить билеты, если вы не успели сделать это онлайн или заранее, ну, а также сдать в камеру хранения все вещи, которые нельзя проносить на стадион. А взамен получить номерок, окончится матч, отдадите его обратно и все свои ценные вещи вернете. А скажите вы вообще, сколько камер работает на трансляции матча? Сегодня 7 камер. А максимальное количество сколько может быть? Сколько закажет. Привет! Если кто-то из футболистов ударится и ругнется, его запишут на этот микрофон, да? Это может произойти, если это будет очень близко, но вообще это ставится специально, чтобы был какой-то фон на матч, потому что с тихой картинкой не очень, даже если будет комментатор что-то говорить в это время. Но, пожалуйста, запомните этот момент, не ругайтесь. Мы находимся за территорией стадиона, но здесь находятся вышки, на которых стоят камеры для того, чтобы обеспечивать вещание со всех сторон, правильно? Да, все верно. Что там написано? Убедительная просьба не залазить. Полезли? Голову лучше пониже. Беречь? Да. Еще выше. Все нормально, стоим дальше. Главное, не расшатываем. Самый першов, наверное, в Мозыре, когда там на протяжении всего матча шел ливень. И учитывая, что это было от бензиня, то там просто как яма. И у нас неоднократно било током. У нас сгорела одна камера, но было веселее наблюдать за этим футболом. Картинка со всех семи камер, работающих сегодня на нашем матче, собирается вместе вот здесь. Режиссер управляет тем, что вы видите. Дайте мне минуту поможем. Ой, кричит. Это передвижная телевизионная студия. Сюда приходят все камеры, которые работают на матче. Режиссер на этом пульте выбирает, какая из камер идет в эфир. И, соответственно, происходит контроль всех технических параметров видео и звука. У одного оператора задача показать вратаря, а у второго оператора задача показать игрока, который бил по воротам только что. На вашем месте сидит коллега, который занимается повторами. Чтобы развернуть свою деятельность сегодня на нашем стадионе, как рано вы приехали сюда? За 4 часа приезжает ПТС и начинается разворачивание подключения электроэнергии, разворачивание основных каналов. За 3 часа уже весь состав на площадке. Мы медицинская бригада. Вы умеете оказывать первую помощь? Нет. А почему вы тогда медицинская бригада? На носилках. Понесете на носилках? Да. Это что-то случится, да? Да. Предположим, Динамоша активно играл и сломал хвост. Помогите! Так, хорошо. Пожалуйста, вынесите его с поля, чтобы он никому не мешал. О, боже мой. Тяжело? Скажи, тяжелый он? Нормально. Ну, примерно на... Так, на вскидку сколько весит? Смотрите. Килограмм 70 будет. Я вам не хочу сказать, тут килограмм всех 100 есть. Тебе нравится твоя работа? Кто тебе... Тебе нравятся дети? А почему ты думал? Покажи, пожалуйста, часть тела, за которую себя чаще всего хватают дети. Сегодня за час до начала матча открылись ворота на наш стадион. Сейчас 20 минут до стартового свистка и приятно видеть очереди на вход. Как думаете, успеете пройти или нет? Скорее всего, нет. К началу, к самому не успеете. Вреды. Ну, судя по тому, что на вас надето, вы не первый раз пришли, да? Да. Но сегодня вдруг такой ажиотаж. Как думаете, с чем это связано? С тем, что... Какая? Первая победа, 3-0. В общем, три победы подряд, но вовсе ни о чем. Еще и слуск. Здесь, как бы, мы пришли за разгромом. Если перед матчем или прерывом вы поняли, что проголодались от тех эмоций, которые потратили на трибунах, то обязательно заходите в наше кафе. Здесь вы сможете перекусить. Здравствуйте, Стас. Добрый день. А чем болельщики у нас могут подкрепиться во время матча? Почти всем, чем пожелают. Так сладким, так и с мясным, соками, кофь, чай, а также хот-догами, картофельным фри, собственное производство. Поэтому есть также пиво алкогольное, безалкогольное, всякие напитки, все, что душе угодно. И всегда очередь бывает. Если одна бывает очень большая, иногда мы даже не справляемся с таким потоком. Ну, понятно, потому что все хотят и хлеба, и зрелищ, но все-таки за зрелищи отвечают там футболисты, за хлеб отвечайте вы здесь. Отвечаем мы, да. Где все-таки больше интереса у наших болельщиков? Там, на трибунах, или здесь, там, где хлеб? Наверное, будет громко, но мы делим эту нишу и делим 50 на 50. Давайте что-нибудь приготовим. Мне кажется, у нас уже есть люди, желающие съесть хот-дог. Что добавляем, помимо сосиски, в булочку? Добавляем прекрасную булочку, прекрасная булочка, бревошь. Далее у нас идет все по классике. Это спортсментический хот-дог, это кетчуп, далее горчичный соус собственного производства, маринованный лук, который мы маринуем сами, в маринаде раз, два, три, это уксус, сахар, вода. Маринованные пикули, это же огурцы. И сосиска. Все, все нормально просто. А расскажите, пиковое количество хот-догов, сколько вам приходилось продавать на матче? На матче в прошлом году мы продали порядка тысячи хот-догов. Также есть еще картофель фри. Он не менее популярен, я думаю, что даже иногда и более популярен. За минуту мы можем отдавать порядка 10-15 хот-догов, а также параллельно и картофель фри. Сейчас мне будет очень вкусно, но сначала все-таки расскажите, сколько здесь калорий. Ой, здесь достаточно убойная масса, порядка 500-600 калорий на один хот-дог. Жечь калорий нужно будет долго, муторно и иногда даже не весело. Ну, давайте сейчас выключим камеру, чтобы никто просто не видел, как я буду это ездить, да? В чем твоя задача сегодня на матче состоит? Подавать мячи, помогать команде. А что будет, если ты пропустишь момент, когда мяч вылетел и ты замечтаешься и, в общем, что-то произойдет? Будут подвести команду. Будут кричать. Подавай. Подавай. Нет, не подавай. Ты тоже будешь сейчас подать, да? Ну, да, желательно, да. Кого накажут, тебя или меня? Так, так, так. Так, а что у нас происходит здесь? Уже надо минут 10, как минимум, кричать «ГОЛ!» Но с обключенным микрофоном. Уже хочется что-то сказать микрофоном. Уже не то слово. Скажи, чья фамилия самая сложная? Самое сложное – это практически нереально произнести Серима Абдул Гасав Касун Сина. Кафар, потому что. Были когда-нибудь вообще в твоей практике ошибки, когда ты как-нибудь смешно переначивал чью-то фамилию? Да, да, и эта ошибка стоила мне работы с одной белорусской сборной Давай, давай А так можно? Конечно И это гол! Гол, 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 гол За 30 минут регламент позволяет. Я больше скажу, тут занервничали, как ты видишь, футболисты, они не понимают, что происходит Когда забивают нам, это не гол Это без артикуляции Это какая-то случайность, это даже гол ты не можешь сказать, гол, губы не работают когда наши губы Благодарю всех на работу Идем в гору Три, четыре Всех с победой Ну что, болельщики уже разошлись по домам Футболисты вот-вот разъедутся А вот сотрудники стадиона продолжают оставаться здесь У них еще много работы Для того, чтобы нам и в следующий раз Было комфортно смотреть за игрой До скорой встречи!